5 лет назад я ранее говорил, что только зародился рынок деструкторов пожненных остатков, потому что запретили сжигать солом. Кто-то боролся удобрениями, кто-то пахал, кто-то начал применять деструкторы пожненных остатков. То сейчас, так как у нас интенсивное возделание одной культуры, монокультуры, у нас накопился патогенный фон. И начали вот в этом году, вы, наверное, видели тоже в полях, выскакивают те болезни, которых не было до этого на культуре, потому что было приятное условие, так как много было дождей. Какие это болезни? Ну, у нас фабелиоз выскочил. Юг, допустим, Краснодар-Ставрополь уже 2-3 года гибелиной поражается. Вот в Омске был в командировке, также видел гибелину уже местами на Яровой пшенице. То есть, соответственно, возделание одной культуры провоцирует те болезни, которых ранее мы не встречались. Так же и насекомых. Как раз на многих клещ, которые 3 года назад появились у нас в Ростовской области. Соответственно, в Черноземье у нас в Сибири клиенты работают уже препаратами не как деструкторами, а как фунгицидами в первую очередь. И где паруют, сеят седираты, которые обрабатывают препаратом оргами КФ либо органитом Стерн, заделывают и, соответственно, тем самым снижают патогенный фон. У нас на канале вышел ролик как раз-таки недавно, где один из сельхозпроизводителей сделал анализ почвы и увидел, что у него патогенный фон в несколько раз превышает супрессоров. В принципе, когда делают микоанализ, это по всей территории России показывает то же самое. Может быть, не так ярко будет в Черноземье, потому что там всего пород четырехпольный. Но фазариоз всегда превышен. Так вот, и было принято решение с сельхозпроизводителем применить препараты на основе триходермы. Приобрел у нас органит Стерн, посеял седират, горчицу, обработал, запахал, задисковал точнее. И спустя две недели мы приехали, видно уже разложение невооруженным глазом. Также сейчас отобрали почву и растения на анализ, посмотреть, насколько сдвинулась баланс супрессоров, патогенов. Триходерма – это свободно живущий гриб, которого, когда вы выпускаете в поле, его в моменте доминирует над другими грибами, и он их просто подавляет. Он не привязан ни к культурному растению, ни к какому. Он просто снижает фон других грибов. Так как у нас сейчас превышен фон патогенов, то, соответственно, он подавляет преимущество патогенов. Грибные препараты на основе триходермы снижают патогенный фон при первом несении в среднем до 25%. То есть это та зачистка, которую производит данный препарат. Либо осенью, либо весной вносите. Соответственно, это позволяет отодвинуть вам обработку, допустим, вкущение, либо на флах листу брать, то есть если брать наши культуры зерновые. Также это хорошая профилактика там, где, если в оборот, у нас, допустим, кукуруза, пшеница, если взять орошение кукурузы. Там фузолиоз, но он сильно наносит ущерб. И уже теми препаратами, которыми работали, есть, если честно, не так много. То есть комбинации их уже не позволяют справиться. Соответственно, здесь не обойтись без препарата на основе триходермы. Также у нас есть в Ростовской области опыт применения нашей оргами КФ. Сейчас это будет органистерн. Как деструктор и фунгицид кукурузы нарушения возделываются порядка 12 лет. Работают следующим образом. Обрабатывают препаратом после уборки. Дискуется, через 2 недели пашется. То есть там идеальная влажность, хорошее наполнение азотными удобрениями. И к весне у нас не остается ни одной соломины. Это на кукурузе, на орошении. Рядом соседние хозяйства, где работают также большими дозами удобрений, также есть влажность, высокая простая пахота. Через 2-3 года они переворачивают этот пласт с тем, что запахали 2-3 года назад. Потому что глубже 15 см грибы не работают. Азот является просто кормом. Он ускоритель. Но именно катализатором и размножением грибов является влага. То есть пока осадки не выпадут, ничего мы не увидим, никакого разложения. При первых осадках через неделю-10 дней можно поезжать и видеть мицели с нижней стороны соломы. Минус азотных удобрений, когда применяется без препаратов, супрессоров, в том, что можно расплодить тот же фузариус, тот же гибелин. Потому что азот является пищей для всех. После у нас же, если посмотреть, ранее была одна фунгицидная по вегетации, сейчас у нас уже три. В этом году уже ни одна фунгицидная обработка не справилась. Поэтому мы идем за интегрирование схемы обработок. И в целом, если взять у нас, у нас же есть и нулевая технология. Там не нужна такая прям агрессивная разложение упражненных остатков. Там больше нужно снижение фунгицидных обработок. Если вы покупаете бионоватик препарата у его дистрибьютора, то это уже является гарантией. Потому что у нас у дистрибьютора склады с охлаждением, они постоянно проходят контроль. Поэтому у нас и осталось не так много дистрибьюторов. По факту один на юге у нас. В целом, по всей стране. Потому что он единственный, кто отвечает всем стандартам. Препарат привозится, препарат вносится. В течение шести часов его вы обязаны, как сельхозпроводитель, заделать. То есть дисковка, барана, какая угодно операция, которая спрячет препарат на 3-10 сантиметров почву. Если касательно Сибири, это делается ранневесеннее оборонование, у них эта операция есть. Если ночное время суток, то у вас вся ночь, потому что нет солнечной инсталляции. Если нулевая технология, мы только под дождь применяем. Через неделю после осадков можно прийти и проверить на глаз. Я же говорю, поднимаете мульчу, и у вас снизу будет от почвы гриб от бело-серого до голубого цвета. А лучше всего сдать в лабораторию до внесения. И вот где вы брали пробу на 10 сантиметров, в этом же месте и брать. Потому что по полю будет разная картина абсолютно. А в канисты, тот препарат, который к вам придет, если вы его будете хранить в любом ангаре без прямых солнечных лучей, спокойно при нашей жаре прошлых лет сохранится до 2-3 недель. При нынешней, несколько месяцев будет стоять спокойно. Лабораторные данные показали, которые мы отбирали, изначально супрессоров было меньше, чем патогенов. Когда мы делали вот эту вспышку месяц-три, вот вспышка же, она не кратковременна. То есть препарат сохранится в почве, но не в тех концентрациях, которые вы внесли, потому что он все равно искусственно выращенный. То вот эта вспышка показывает, что у нас начинает доминировать та тиходерма, которую мы внесли. Супрессоры, они как было мало, так и есть. Патогенов снизилось. А потом как раз-таки, когда там чисто и 4 месяца, то есть в зависимости от того, насколько была наполнена почва изначально, тиходерма к какому-то определенному наше количество снижается. Потом супрессоры начинают подтягиваться, потому что освобождается ниша. И, соответственно, выравнивается баланс. Это касательно того, что и кто как его подавляет. В начале, да, первые 3 месяца она будет подавлять максимально. Потом она снизит свое воздействие. Потому что вот у нас есть хозяйство, где мы 5 лет применяем. Хотя я знаю, что многие говорят, что больше 3 лет нельзя, мутации. Опять-таки я озвучу. Это если не контролируется препарат на производстве и выход конечной продукции. Тогда возможны какие-то мутации. Потому что есть производители, которые делают в пластике. Есть производства, которые устанавливаются у сельхозпроизводителей, где нельзя просто физически сделать асептическую линию розы. А, соответственно, пока человек делает препарат, может быть, ему и дали хорошее действующее вещество. Может быть, он и делает все по технологии, по времени, как надо. Но у него с воздуха может подцепиться что угодно. И он может скультивировать помимо той тиходермы, которую ему дали, что-то еще. Тот же фузариус. И все. И он выпустит в поля сам своими руками что-то печальное. Либо мутированную тиходерму, либо еще что-то. И потом будет говорить, что у него мутация, все поедает и так далее. Такое возможно. Если это производство, которое отслеживается на всех этапах, такого не может быть просто. У нас идет от литра до двух дозировки. Препарат довольно конституированный. И я же говорю, чистота продукта важнее всего. Литр мы вносим. Если мы сейчас про деструкцию говорим. Если у нас пожненные остатки до 5-7 сантиметров. Если выше, то вносим 2 литра. Ну, от почвы я имею в виду. Вот. И этого всегда было достаточно. Главное, я же говорю, заделать. Все. Касательно того, что влажный год был, он нам, по-моему, показал, что ни одна система защиты не работала эффективно. Потому что надо здесь больше работать, как в овощеводстве. Овощеводов они поливают, дают постоянное питание, и постоянно идет химообработка. Это очень дорого для тех культур, которые сделают наши сельхозпроизводители. Соответственно, идет вход интегрированной системы защиты. То есть надо адаптироваться. Потому что та схема, если применять как овощевод, ну, пшеница должна стоить раз в 7 дороже, чем она стоит. Субтитры сделал DimaTorzok